итак доброе утро друзья мои 9 число 9 декабря 2022 года ну что приехала на загрузку жду одного загрузили по моему какой-то должен подъехать еще за пивом и я следующий где он этот который за пивом приехал непонятно зашел туда бы то нет нету для тебя грузы в руках нету должен быть мне сообщили позвонили да точно есть грузовод ну давай становись на очередь передо мной вот стоят две машины только не пола не спят что ли к узнает не нет этот еще не уехал до уехал него еще грузят потом за ним будут грузить того кто с пивом стоит и тогда только я вычет выезжал сегодня очень так интересно вроде не так много снега но блин ледяная кортка под колесами машина легкая груза нету пришлось там блин но только не я один там еще передо мной стоял коллега он заехал приехал встал и выехать не может задом сдать чтобы стать под рампу там не подрампа чтоб начать грузиться блин ну так вот он мне помогал тут мы тут буксовали конкретно конечно но ничего выехал минут минут сорок наверно буксовали только я что-то не понял это тахо как-то не считал мои моё вождение что ты как-то странно очень я еще раз страну завел открыл приехал сюда дело распечатку нет все нормально вроде страна открыта была не знаю чего там с этим тахо так как непривычно ну убрал я этот ддс блин чтобы понять не было то мне этот ддс он как-то непонятно я привык вот к такому меню который сейчас находится который считает там все подряд короче когда видно ну что отдохнул когда я там среду стартанул приехал уехал заправился потом ждал ждал потом поехал в гараж поставил машину сел на свою приехал домой и короче дела доделал постригся как вы видите а то блин не не было времени пострище все по записям позвонил парикмахерскую вчера не позавчера он говорит да вообще позавчера я позвонил она говорит давай на завтра запишись получится не получится там уже как будет ну и короче короче вот так постригся я так снова прическа единственное выехал круиз работает адаптивно не показывает расстояние наверно там был забит датчик здесь ты почистил снизу так что еще наташа надавала еды мне тут бру полная машина блин груза нету зато полная машина еды то есть едой я обеспечен на пару недель домашний надо их надо их начинать уже уничтожать понемногу запасы а то блин холодильник уже полный надо будет потом перебрать где-нибудь сюда там убрать то что должно быть холодильнике то что должно быть в полках как то так интересно так работает блин не в машине спал дома интересно так как-то даже непривычно с братишка сейчас созвонились он тоже сейчас у него 4 3 или 4 погрузки в риге он тоже пойдет на германию так что где-то мы с ним спотыкнемся думаю может в польше но все зависит как я загружусь и как он загрузится потому что как я пойду еще не знаю зависимости от от загрузки когда закончит надо будет позвонить боссу он скажет может на пароме пойдут поможешь своим ходом так что вот так ну потом расскажу когда загрузка закончится какие планы у начальства так что не отключайтесь я думаю что будет интересно и кстати мне тут написал комментарий один странный такой комментарий не олег смотрю тебя дальнобой то не твое возвращайся в море а лучше типа на лоховоз и не знает название троллейбус так называют что ли чего-то с чего это ты взял что это не моё блин не знаю все нормально я не жалуюсь мне нравится тем более дома вон дом когда отсюда не видно но вот там плявники это дрейлини вот так переди там плявники чуть должно не нравится все в порядке я же не к работаю на километры мне в день идет я работаю мне нравится короче ребят ну ладно продолжение следует стою я уже на выгрузке жду 24 полета и придется мне крепить как минимум те полеты которые стоят по одному а может быть и все полеты ну посмотрю 24 фиг кого знает сколько там ремня надо будет положить смотрю по по обстановке можно ли там закрепить которые два полета стоит или только все которые по одному буду крепить будет видно страха вроде разобрался и тогда закреплю а пломба будет конечно и надо будет сообщить и тогда мне скажут как пойду на паром или напрямую ну так ребята молодцы в принципе это что ты на рампу не едешь игру смысле сказали же подойти подойдете искажите ехать на рампу тогда подожди пошел там еще к одному водителю еще к одному подошел ну да ведь все правильно сейчас через пару минут быть можешь заезжать ну я заехал встал показали мне схему как они будут крепиться ну не крепится грузится сначала три потом три по одному потом два раза по два потом опять один чтоб нагрузки на ось ключи будет до упора будут так что вот так вспомним практику крепления уголки есть ремни есть вроде все порядке должно быть и тогда уже сообщу вам что как и куда пора уже жарко в машине блин раздеваться надо сколько тут градусов сейчас у нас на улице показывает мне а мне ничего не показывает где-то должны быть градусы но я не вижу в табло не вижу где-то должны быть нагрузку показывает на заднюю ось 9 1 14 на прицеп ладно потом еще расскажу что и как ну что друзья мои загрузился я конечно загрузить и загрузили хорошо что надо было крепить груз там я посмотрел открыл а у меня палеты стоят блин европалеты блин в чем проблема была нормально их поставить вот это не понимаю я пришлось звать и говорить ребята вы чё блин у меня палеты блин у меня досок нету что так хватно мы ключ возьмем Тяжело идёт так машина? Нифига себе, куда он мне хочет, чтобы я шёл-то? Так не хочу. Я хочу здесь, направо. Короче, пришлось мне показывать, что, ребята, блин, я так не поеду. И заставил их, короче, подвигать в центр, чтобы они упали за буртик. Ну, всё в порядке. Пришлось, блин, крепить груз, все дела. Так, теперь я еду в сторону Баска. Короче, иду пешком, не на пароме. Сейчас буду уезжать. Почему мне хочется, чтобы я там ехал? Ладно, я там поеду, а потом-то что? Нет, лучше там поеду. И напрямую на Южный мост. Фигами тут, блин, заниматься какой-то фигнёй. Правильно? Правильно. Странные ребята, моя дорога главная. Они мне, блин, не дают, только другие мне. Вторая или третья машина дала дорогу. Ну, ладно. Короче, погнали. Веточки надо проходить. Всё, у меня сбиваются мысли, потому что я сейчас ещё начинаю движуху. Ну, короче, заставил я их передвинусь по лету. Передвинули, всё, закрепил, потому что там у меня идёт три единички, потом две двойки, потом единички, две, потом двойки, потом одна единичка и две двойки. Вообще 24 палета. 23 там с копейками, меньше 24 часа. У меня груза тонн, но чувствуется, что, блин, тяжёлая машинка. Так что вот так. Ладно, едем в Сорнубаусске. Мне надо будет где-то в районе ЦОДы там дал мне координаты, Эдбул заправить обязательно. И пойду дальше. Значит, не по-румому хорошо, с брательником встретимся где-нибудь. Я надеюсь, что меня подождёт. Если он уже где-нибудь не пролетел. У меня гонщик, конечно. Не то, что я. Я думаю, включаю круиз-контроль, блин, опять левой кнопкой там на руле подальше, по привычке. Фух, ну что, как говорится, с Богом, с почином. Надеюсь, дорога до Бауски будет нормальной. Ну, темно уже, конечно, хотелось днём выехать. Ну, что поделать. Ничего не сделаешь. И привычка, ручка за этот самый тянется, за ручник. А тут автоматически. Кстати, если ремень снять, автоматически отключается. Надо тогда руками работать. Ну, с этим ручником я уже разобрался. Так, что-то у меня как-то прохладненько, мне кажется. Надо сделать нормально. Температурку. Сейчас поверну направо. И поедем к Икее. Потом развернёмся. Ой, повернём. На кольцо и мимо депо. И пойдём уже на Бауску. Да, машина тяжёленькая. Это, наверное, даже хорошо, что тяжёлая. Лучше, чем если бы она была лёгкая. Как я, блин, сегодня утром, блин, выезжал. Это, конечно, пипец был. Не мог выехать. Да, блин, привычка-то такая, что туда, блин, ругать заняться. А она круиз под рулём. Я пробовал и на мануале, блин, и так, и так, и через заднюю, через раскатку. Как бы набирался опыта, так скажем. Как вы лазите из ледяной ямы. Так, блин. Просто тут никто не начал, блин, тут перестраиваться. Передо мной. Это прохладник, мне кажется. Это просто я видел по, ну, на фейсбуке ребята показывали, как вчера там или позавчера. Один еле-еле шёл. Перед Бауской, там, в горку. Надеюсь, у меня будет всё в порядке. Обязательно, наверное, будет. Заправились, блин. Это ещё не знаю как, такой карточкой. Не знаю, тут можно грузовикам направо сразу пройду. Всё, там, вроде, прохожу. Чтоб на друговую не вылазить. Блин, вот молодец, конечно. Хорошо, так хорошо. Перепроложить? Зачем перепрокладывать? Я так иду, как шо? Или ты меня куда-то в другое место тянул? Ой, непонятно, что тут туман у нас или что. Это снегопад. Знакомые дороги для легковой машины. Я думаю, что скоро темнеет. Меня уже вида не будет. Ну, а я сейчас буду дорогу, что там на меня смотреть. Главное, мои комментарии. Выбираемся из Риги. Когда, позавчера я тут ехала. А вот эта машина, надо пропустить коллегу. Вот она, по-моему, от Лидла идёт. Потому что там другие склады как раз. Лидловские. Главное, чтобы заморозков не было. Сейчас такое покрытие такое асфальта. Вот блестит. Это не лёд, это мокро. Нет, не работают у меня эти штуки. Вот они. А, это круиз-контроль. Надо посмотреть. Я думаю, что мы за этим сейчас будем ехать. Выбираемся, нам на центр. Мы за этим сейчас будем ехать. Вот это делаешь, дурик, блядь. Тяжеленькая наша. Ничего, привыкненько, сработаем. Какая мне работа, что за фигня? Блин, фигово. Я не так мягчаю. Я не так мягчаю. Я не так мягчаю. Ничего понятного, почему не включается адаптивный, блин? Так, друзья, доброе утро. Да, 10 декабря, суббота. Я еду по Польше. Вчера, в принципе, не закончил видео. Так что продолжаю тот же самый видос. Потому что и туман был, и вообще трафик такой был серьезный, что не до этого было. В темноте, в тумане, блин, достаточно тяжело было ехать. Еще повторюсь, по вчерашнему дню, значит, приехал я. А то, понимаете, вчера было как-то сумбурно говорить. Я там еще с Тахо разбирался, оказалось, я, блин, на ауте ехал. Короче, блин, делал распечатку, написал, что mistaked. Sorry, это был я. На ходу пришлось почему-то там. Я случайно, видимо, нажал на аут с этим Тахо, разбирался пока утром. Это странно получилось. Смотрю на Тахо, еду. Вроде я еду, а у меня, блин, циферки не ползут. Ну, ладно, это мой косяк, разобрался. Что хочу сказать, значит, приехал на погрузку, зашел. Говорит, а груза нет. Я говорю, ну, ребята, вы шутники, как-то нету груза. Потом позвонили там какой-то женщине, она сказала, мне груз есть, надо только подождать. Ну, главное, что он есть. Ну, в очереди. Там стоял третий. Встал на загрузку, загрузился. Надо было протянуть тир-шнуры. Ну, тир-шнур надо было протянуть, потому что пломба. Что еще. Ну, и закрепить груз, потому что там шло там по одному, по одному, по одному. Потом два-два, потом один-один. Потом опять два-два. Один, два-два. Но в итоге там двадцать четыре у меня палета. Вот. Начал, снял, ну, открыл тент и смотрю, елки-палки, как это они мне так загрузили, что палеты не помещаются в прицеп. Они выскакивают. Ладно, одно дело, там я бы по Латвии ехал. А тут, получается, я же еду, блин, в Испанию. И это достаточно далеко. Я говорю, ребята, блин, ну что это за фигня? Ой. Он пришел, посмотрел. Говорит, да, действительно, что-то он тебя так загрузил. Я говорю, он не знаю, спросите у него. Вроде чудак нормальный, блин, не пьяный, не с похмельем, блин. Что-то он так загрузил. Ну, я говорю, я буду дальше крепить. Вы там думайте, как делать. Ну, пришел этот чудак. Говорит, если кару не дадут соседи, потому что нам, если мы вытащим кару, мы потом ее, блин, не затянем наверх. Я говорю, ну, хорошо, проблем-то нету. Главное, чтобы поставили на место палеты. Ну, естественно, говорит, если кару не дадут, пойдешь на рампу. Я говорю, зашибись вообще, блин. То есть, если бы я пошел на рампу, то я бы, наверное, вчера бы и не выехал даже, блин. Потому что это еще два часа. Куда бы я поехал, блин. Ну, не знаю. Куда-нибудь поехал бы, конечно, до ЦОД. На Эдбулу заправился бы. И все. Ну, короче, ладно. Дали ему кару, блин. С одного борта он зафигачил, с другого забуксовал. Пришлось его там толкать, выталкивать весь. Измазался, блин. Зашибись, короче. Ну, ладно. С горем пополам. Все нормально. Поставили на место. И поехал. Заехал по дороге в Бауску. Перед Бауской там есть Эдбулу такая заправка. Звоню начальнику, говорю, слушай, а как пин-код? Он говорит, а там не надо пин-код, там по Wi-Fi. Я ведь тебе говорил. Я говорю, ну, там что ты говорил мне, это, блин, столько много информации. Мы решили, что я по ходу пьесы буду просто тебе звонить. Тем более сказал, что 24 часа, 7 дней на связи. Вот. Короче. Куда меня ведет? Как-то, блин, саджик, блин. Эти правильно ведут? Ну, короче, поехал. Литву почти полностью прошел. Там буквально 10 километров оставалось до Польши. Но у меня еще со временем было, что заканчивалось время мои 15 часов, надо было искать паркинг. А сайтик я не поставил, который мне показывает паркинги, которые есть. Очень удобно. Я так привык к нему. По этим так, короче, заскочил. Я знаю, что на границе есть с Польшей паркинги. А в Польше, типа, они уже будут заняты. Тем более, пятница, вечер. Ну, и так предвидел, что на заправках точно будут заняты паркинги, потому что там все условия. Ну, как вы знаете, я любитель стоять на тихих паркингах. Мне даже туалет там особо не надо. Вот. Ну, отстоял там девяточку. Чуть больше, конечно, потому что торопиться мне некуда. Я могу, конечно, проехать 15 часов сегодня. Ой, не проехать, а 10 часов проехать, 15 рабочего. Ну, в принципе, ни погрузки, ни выгрузки сегодня нет. Это радует, что дальний трип. То, что я и хотел по большому счету. Вот. И что еще? А стоял, встал, позавтракал. Блин, оказалось, что я тарелки дома. Не взял тарелки. Вот это, блин, да. Кашу ел из кружки. Но я купил, блин, вот такую кружку здоровенную. Она как раз сюда влазит. То мои все кружки не влазят. Здесь подстаканники. Три подстаканника они не влазят. А это супер. Кружечка как раз сделана под меня. Позавтракал и, блин, сработала сигнализация, попытка типа взлома. Офигеть. Оказалось, что, ну, ничего не было. Никто меня ничего не ломал. Потом позвонил, спросил. Он говорит, там ты когда ложишься спать, нажимай там на другую кнопочку. Там типа кнопочка, ну, отключен Wi-Fi там. Я не знаю, что там отключено, короче. А так, если я сплю, и кто-то откроет двери, и она сработает сигнализация. Ну, понемножку разбираемся. Я даже не знал, какой прикол есть. Вот. Ну, и сейчас гоним. Я уже по Польше, как сказал, да. Идем на Варшаву, на Белосток. Шеф прислал мне маршрут по Польше, как лучше ехать. Ну, в принципе, у меня был так и рассчитан маршрут. Так что все в порядке. Через Варшаву, Белосток, Лотс и пойду на Дрезден. И еще где-то, где-то надо будет помыться. На границе Польши и Германии где-то будет помывочная. Я даже еще не смотрел, сколько мне до Германии ехать. Ребята, вот честно, я первый раз на фурии иду из Риги через все эти страны, через Литву, Польшу, Германию. Ну, вот чекаем через Литву и Польшу. В Германии так пофиг, там уже все знакомо. Поэтому мне так все, ну, достаточно так волнуешь. Ну, сейчас я вышел на Польшу, я думаю, до Белостока дойду, там уже все нормально будет. Сейчас с братишкой встречусь, он где-то будет меня ждать за Белостоком на второй заправке справа, как он мне сказал, пришлет дочку, я туда и подскочу. Где-то он там будет. Встретимся, поболтаем, покажу машину. Вообще-то машина мне нравится, реально, очень мягко, даже страшно, как мягко. Знаете, она качается, блин, как яхта на волнах. Очень мягко идет. Но вот единственное, не работает адаптивное расстояние. Говорит, надо где-то включить. Ну, типа, он привык, круиз-контроль должен автоматически включаться. А почему он не включается, непонятно. Ну и включил я телепаз. Тоже, блин, когда... Не знаю, позвонил ему, говорю, что надо сделать. Просто включитель, там что-то надо еще включать. Мне ничего не надо. Выскакивает тут какая-то на дисплее фигня, что нужно... Что-то включать не позднее 48 часов до Австрии. Чтобы в Австрии... Ну ладно. Позвонил, сказал, мол, это не обращай внимание. Так и хорошо будет. Вот. Ну и что? Движемся на Варшаву. Понемногу. На саджики поставил Белосток Дрезден. Потому что маршрут... Там куча точек надо ставить. Я думаю, постепенно буду ставить, убирать точки. Так будет логичнее. Но... На часах... Я даже не знаю, сколько сейчас время. 8.27 по европейскому. 9.28 по арийскому. Время, я не знаю... Ну... На телефоне, я думаю, переставится. И на Тахо тоже встанет. Автоматически. Потому что я не знаю, когда там это время перескакивает. В Германию уже. По-моему, где-то в Польше должно перескочить. Поближе к Германии. Настроение замечательное. Позавтракал с кружки. И кашу съел. Йогурт у меня так и не растаял. Я сдуру его заморозил. Ну, заморозил, заморозил. Лучше пускай будет замороженный, чем... Как это сказать? Чем прокисший. Да, надо сметану. У меня холодильник полный. Надо его будет перебрать. На 24-ке. Потому что сметана там. Творог. Нет, творог я положил в холодильнике. А сметана у меня в грунтуке стоит там под лежаком. Компьютер еще не доставал. Так что, вчерашнее видео, наверное, будет без... Ну, начало видео будет без дороги. Ну, в принципе, дороги, что там. Доезд до базы, до загрузки вы видели в предыдущих видео. Ну, и выезд Риги там. Ничего такого нет. А потом туман и темнота. Ну да, надеюсь, своего босса я там своими телефонными звонками не достаю. Потому что, ну, понятно, что первое время буду частенько консультироваться. По машине особенно. И по маршруту. Заправку, он сказал, у меня будет где-то в Испании. Ну, блин, 1900 километров мне, блин, еще на этом топливе. Интересно, почему в Испании. Я доеду ли я до Испании. Никого знает. Ну, ладно. Сообщу ему, когда там будет сейчас 80%. Может, врет, блин, немножко. Ну, я вроде обнулял этот, как его, счетчик по расходу. Ну, и звучит, что я вчера, блин, там не мог выехать, блин, с базы. Ну, не я один там. Коллега, главное, приехал. Встал напротив меня. Вроде нормально заехал. А надо там сдавать все. Попа дело, блин. Ну, вот лотосовские, блин, паркинги. Почти полные. Не удивительно. Так, будем вспоминать водительский этикет, пропуская коллег. Без этого никак, ребята, на дорогах. И, главное, вчера чудак мне помогал выехать, блин. Ему-то по барабану мог и сидеть. Я когда ему благодарил, говорю, спасибо большое. Он говорит, не, как он сказал, ну, а как по-другому? Это же дорога, блин. Если коллега не поможет, то кто поможет? Ну, зато приобрел опыт вылезания из ледяной ямы, так скажем. Потому что первый раз у меня была эта раскачка. Одно дело на легковой машине. Не, конечно, если бы я был груженый, я бы выехал. А так я легкий вообще. Теперь я понимаю, ребят, блин, в Норвегии, в Швеции, блин, что это, конечно, жестоко. У меня один раз было такое еще на второй каденции, по-моему, что я не мог из базы выехать. Вернее, подцепил прицеп груженный. А коллега его поставил, блин, в лужу. А за сколько там? За два-три дня, блин, он примерз. И я не мог его сдвинуть с места. Там где-то дифференциал. И что там такое не включал? Отключал, включал, блин. И главное, он там тоже ходил с утра, видно, блин, под датой, потому что он домой ехал. Ну, блин, сам ругался, говорит, да, как это я так? Я даже, блин, не подумал, что, блин. Ну, вот так как-то получилось. Так что, как есть, так есть. Кстати, по комментарию, там, Саша, ты мне писал, что, типа, это не мое, то есть у пятое-десятое. Я, что ли, 300 метров. Сюда она, наверное, по-моему, ауна стоит. Типа мое, не мое, но что я могу сказать по этому поводу? Я же не показываю, как мы работаем все без проблем, песенки поем, мух ловим, да. Я же все-таки рассказываю о буднях, о своих буднях, как вот у меня идет. Потому что рассказывать сказки, как все здорово, блин, как ты там сидишь, попиваешь, фотки делаешь с бутылкой вискаря или что. Это не по мне, ребята. По мне вот именно наша работа, наши будни. И что еще? Я говорю в основном, эти видео, они не для, ну как, ну не для просмотра, они больше, наверное, для прослушивания в фоновом режиме. Включил и слушаешь, как Олег какую-то там бредятину несет. Как жена говорит, так тебе не скучно, ты сам с собой разговариваешь. Ну да, так и есть, я сам с собой разговариваю. И время быстрее проходит, и самому интересно. А то ехать молчать, музыку слушать тоже как-то надоедает, ребята, поверьте. Ну коллеги поймут. Кто-то песни поет, кто-то что-то устал, что-то сломалось или что, или не туда поехал. Я надеюсь, я туда еду, потому что, ну вроде маршрут мне дал. Я по нему еду, потому что, я говорю, я первый раз по Польше еду. Надеюсь, что все правильно. 67-я, да, 67-я на шестерочку туда. Так и было по маршруту. Ну ладно, ребята, это прелюдия к сегодняшнему видео. Встречу с брательником сделаю маленькой звездочкой YouTube. Пусть посмотрит на мой, на кабину с Каней, на беспорядок мой. Ну потому что, действительно, я тут сумбурил. Еще совсем, как бы разложил вещи, но они еще не уложены в том порядке, который мне нужен, к которому я привык. Потому что в Дафе, например, я уже знал, что у меня это там, это там, это там, это там, это там. А здесь как-то еще не уложилось. И еще на койке лежат вещи, которые, в принципе, мне не нужны, но они пока еще не спрятаны. Так же я, например, поставил камеру сначала здесь, купил еще один держатель для планшета. Но его на окно ставить, это будет какой-то беспредел, потому что он там закроет и неудобно там доставать. Закроет обзоры и доставать неудобно. Вот. Поэтому я понемножку-понемножку буду, как типа, как груз утрамбовывается. Кстати, надеюсь, что с моим грузом все в порядке. Блин, вчера на такую скотчку в этом тумане наскочил. Блин, подпрыгнула машина. Надеюсь, груз не выскочил из коробок. Коробки главные там не закрыты, блин, дико интересно вообще. Я не проверял там, что там в этих коробках, но это как-то, блин, странно. Или их в таможне, что ли, проверяли, блин, коробки. Ну, мне эта груза неинтересна, что там и как. Главное, чтобы он был закреплен и не поехал ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад. Ну, там сантиметров 20, по-моему, оставалось. Не, больше. Я там спокойно помещал. Сантиметров, наверное, 40. Сзади, ну, там, здесь досок нету, здесь такие маленькие ремнями ограничиваешься. Ну, как бы уголки поставил везде, и на верхние, и на боковые. Ну, как-то надо что-то придумать. Я бы по-другому немножко сделал, конечно. Кумать доску, блин. Приноровил бы. Ну, как есть, так есть. Прицеп, вроде, хороший. И главное, что машина хорошая. Ну, ладно. А то завершаю и завершаю начало видео. Никак не могу завершить. Так что, ребята, как обычно, да, едем дальше. Заблюдаю правила дорожного движения, технику безопасности и под любимые хиты. Погнали. Остается 12 километров до точки встречи. Практически меня уже ждет, говорит, полтора часа. Да, блин, время он потратил на меня. Ну, минут 15 побеседуем. Надо быстренько сбегать оправиться. Поболтаем. Ну, а так все нормально. Погода, правда, испортилась. Маленький снег непонятный, то ли туман. Туман там в одном месте был в низине. Ну, вот я уже проскочил в Белосток, в принципе, сейчас иду на Варшаву. Главное не проскочить. Ну, вот сказал Шиловская заправка, вот первая какая-то. Вот эта, например, злотория. Злотория. А мне нужна Рудовилла, блин, или как она там называется? Я, блин, это он знает. Да, вот первая заправка, да. Орланд. Кажется. Вот из Орланд. Следующая заправка Шиловская. Вот там меня будет ждать. Здесь тоже можно было проехать. И так, заправка, наверное, здесь. Орланд, да. Орланд. Орланд. Ну, ребята уже, по-моему, сорокопятки стоят. Ну, мне сорокопятку не надо стоять. Двадцать четверку только. Ну, почти сорокопятку постою. Нет, двадцать четверку сегодня приеду. В понедельник стартану и погоню. Ну, я до Германии, по-моему, не доеду сегодня, как я понимаю. Ну, братишка разобрался, как точку посылать мне. По-моему, это уже хорошо. Ничего там сложного нету. Нажимаешь на эту, как она называется там, блин, скрепку. Выбираешь послать местоположение. И уйсё. Ну, у него тоже, главное, сканер. Хорошее место нашёл я, блин, для этого самого. Ротоференция пока не падает, не отлепляется. Первое время всегда всё отлепляется. Даже вчера у меня этот навигатор один отлепился. Ехал по одному в тумане. Не было возможности поставить. Но он уже там под конец где-то за полтора часа. Там негде даже было встать, по сути. Ну, и становиться. Мне там уже время надо было затратить. Потому что я не был уверен, что найду паркинг. Как-то вот так. Гэтмаз практически очень похожи. Были, но не знаю. Сейчас у меня новая прическа. Новая, старая. Тоже самое. Так, ну вот, 7 километров остаётся. Машину повесили, блин. На столб залезан. Это что, отдыхают, ребята? Да, очень неудобно, когда нет этого, блин, адаптивного. Где-то неужели какой-то именин это включается. В общем, похоже на мою машину. Наши. Нет, 2.0. Там 2.992, по-моему, вторая машина. Наша. Вот показывает 5 километров. Ра-ду-ве. Ра-ду-ве. Вот, точно. Надо поставить точку будет у себя. На парке не надо заезжать. Я, по-моему, этого догнал, который шёл передо мной когда-то. Рейнгас. Ра-ангас. 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 есть, может быть, кофейку мажем вообще, да, вот такая работа уже плюс я с братичкой могу встречаться частенько пересекаться где-то потому что из Риги еду и по Европе катаюсь а не у голландцев фиг с ними, с этими деньгами с большой зарплатой главное, чтобы все спокойно было и не перекидывали это одного лица, вот диспетчер-начальник если есть какие-то косяки, то он их видит и мои, и свои а не так, как там, блин по небратству, блин, Олег виноват во всем ну их нахер, если есть у меня это выражение звонили, блин, еще будут звонить, блин я уверен, еще будут звонить звать обратно, потому что по информации там один литовец, блин, взломал машину раздолбал потом болгарин новый тоже болгарин почему-то там появился ну ладно тоже что взломал я думаю, что меня еще вспомнят добрым словом ну, надеюсь это я так думаю а как по факту будет, посмотрим ведь там есть место на травке где-то белое скание надо было этого обогнать но тут совсем мало остается времени не люблю я обгонять машину как часто бывает обгоняют и, блин, уходят направо на заправку ну нафига ты так делаешь и меня так подрезали сами коллеги и я видел, как подрезают ну, единственное только то что, может быть, он не видел что там заправка будет вот шелловская заправочка белый снег, белый снег не угощу я его кофе пойду куплю быстрее будет, чем завариваться а, вот он стоит нет, это красный стоит перепроложить ага, вот перепроложить 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 заправка не было важно Продолжение следует... Итак, друзья мои, встретился я с брательником. Наконец-то! Столько лет не виделись. Можно сказать, не лет, так скажем. Столько времени не виделись. И это опять плюс моей работе на этой фирме. То, что я теперь частенько буду с ней видеться на трассе. Потому что он работает тоже из Риги. И тоже по Европе. Это большой-большой плюс. Супер-пупер! Короче, я очень рад. Так что, братишка, тебе еще раз привет. Спасибо, что подождал меня. Так что все, ребята, нормально. Итак, едем дальше. Сейчас идем на Варшаву. Потом на Лодз. Все будет окейно. Поболтали. Кофе попили. Я очень-очень рад. Какая-то мне все хочет меня отправить. Надо убрать на Сайджике точку Белостока. Забыл убрать. Ну вот сейчас заработал, кстати, адаптивный. Геннадий позвонил. Объяснил мне, надо там, оказывается, зайти на шестеренку. Нажать, опустить вниз, там, где колония. И опять, в смысле, опустить на ноли по стрелочке вправо на движение в колонии. Потом стрелочку вниз. И переключить там, где нарисован спидометр и машина. Тогда все заработает. Теперь будем проверять. А то устал рукой постоянно круизником работать. То отключать, то включать. То ретартером. Это не совсем экономно получается. Сейчас поставил пока пять палочек. А так обычно я ставлю четыре палочки. Частенько надо проверять телепасс. Я не вижу, работает он, не работает. Какое-то зеркало все надо там поставить, что ли, чтобы отсвечивал. Так что все, ребята, в порядке. Погода, правда, немножко испортилась. Ну, ничего страшного. Как-то вот так. Да, надо будет здесь убрать эту самую. 112 километров мне нестись по автобану. Братильник уехал там на пять минут раньше меня. Где-то там он впереди. Ну, я думаю, Владик гонит, блин, конкретно. Это я так восемьдесят пять, восемьдесят семь держу. А он несет хотя бы, может быть, догоню его. Километров пятьдесят ему там, и он будет уходить направо. Так что вот так. Ладно. Едем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, други мои. Стал я на паркинге, блин. На таком стремном паркинге стал в Польше, блин. Надо было перед Врасловым все-таки остановиться. Там есть еще один паркинг. Вернее, впереди паркинги есть, там сорок километров. Но у меня уже все задница со временем. Девять часов пятьдесят пятьдесят девять минут я проехал. То есть, блин, все. Как бы, все. Он такой темный, блин. Я стою возле бордюра. Ну, не знаю. Повезет, не повезет. Надеюсь, не грабанут. Ну. Посмотрим, как фишка ляжет. Может, коллеги еще какие-нибудь подъедут, блин. У меня, в принципе, еще одна минута есть. Если я сейчас уеду, я могу, как бы, открыть смены и проехать дальше. Я специально встал за ними. Чтобы поближе к проезжей части и поближе к въезду, блин. Ну, буду надеяться. Короче, ночь сегодня будет у меня бессонная. Заехал за Врослав. И, короче, вот такая ситуация. Ну, что. Проехал я. А фиг знает, сколько я проехал сегодня. Даже не знаю. Надо посмотреть. Ой, сколько я проехал. Сколько я проехал. Даже... Ты не знаю. Надо сейчас глянуть, сколько я проехал. По своим записям. 285. 285. 285. 285. 445. Плюс 285. 445. 285. 290. Плюс 40. Будет 330. 330. 330. 330 километров я проехал сегодня. Как-то вот так. За 10 часов маловато, конечно. Но, блин, а что делать? Если дорога до Белостока была... Бррр. Дерьмовая. Ладно, будем как-то, блин, надеяться, что все будет хорошо. Теперь... Я думаю, что по Польше завтра можно ехать, если... Тогда я проеду еще эти 50 километров до следующего паркинга. Найду там паркинг перед Германией. И там уже стану на 24-ку. Тогда я просто стартану в 7 утра в понедельник. Так будет логичнее. Стоять здесь две ночи, конечно, ну его нафиг. Хотя бы одну простоять, да? Ну, такая вот засада. Да, были там места и на паркинг. Там тоже был темный один паркинг. Ну, там место было. Ну, там хоть коллеги стояли. А здесь вообще никого нет. Две машины стоят, которые машины возят. Где-то одна машина, одна автомобилевоз маленький. Я думаю, что он сейчас постоит, покурит и уедет. А я тут один останусь куковать. Как-то вот так. Такая вот ситуация. Ну, ладно, ребята. Чему быть, тому не виноват. Всем удачи, всем добра. Берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok